Мы уже рассказывали о такой мере государственной поддержки, как социальные контракты. Благодаря помощи государства, жительница нашего города смогла открыть швейное производство и стать предпринимателем. Подробности в материале Андрея Вишневского. В последнее время уход ряда иностранных брендов из России снизил конкуренцию в нише производства одежды. Сейчас хорошее время для развития своего дела в этой сфере. Открыть ателье или швейную мастерскую можно, в том числе с финансовой помощью от государства. Жительница Славянска-на-Кубани Любовь Андреева с юности интересовалась швейным делом. Более 10 лет работала швеей на разных производствах, шила вещи для себя. Ее любимое хобби – это шитье. Из-под машинки выходили красивые вещи, которые просто радовали. Любовь в какой-то момент поняла, что работать так дальше неудобно. Нужно было хорошее оборудование, нужно снимать помещение для ателье. Но свободных денег для этого не было. Начнем с того, что мне в принципе интересно шить. И я училась на швею. Но как-то потом привело, что самой открыться, самой начать. И что-то свое творить. Ну, обратилась я сначала в Центр занятости в поиске работы швеи. Мне подсказали, что есть программа, могу я обратиться по программе и открыть, так сказать, стартовый. Дать мне толчок для того, чтобы мне все это реализовать. Она узнала о том, что можно воспользоваться социальным контрактом и не упустила эту возможность. С соцзащитой мы заключили соцконтракт на выплату денежных средств, на приобретение оборудования, на приобретение мелкой фурнитуры. Получается, на что я уже стартовала с малого. И, естественно, получается, мы немножечко так сейчас расширяюсь. Да, мне с этого, получается, очень сильно помогло. Приобретение качественных швейных машин, раскроенного стола, парогенератора дали серьезный импульс для развития ее дела. Я пошила единицу, модель, ездила в Краснодар, посмотрели качество пошива, качество материала и так далее. И, да, я шью, получается, форму полиции, форму казачью, кадетскую. Но кадетская еще только на начало, в принципе, ну, только так, брюки. И все это пока идет на Краснодар, а там уже будет видно. Работает Любовь Андреева сейчас и по индивидуальным заказам, удовлетворяя потребности людей. Она называет свое дело ателье в магазине и надеется на то, что ее усердие и мастерство помогут в том, чтобы идти дальше и развиваться. Все необходимое для этого есть. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События». Дмитрий Волошин, программа «События»